Доктором физико-математических наук Чудо-суперкомпьютер. Какова история их использования в ЕФУ и зачем же они нужны? Суперкомпьютеры появились давно на самом деле. Достаточно вспомнить такую диковинку, как N-Cube, появившийся в РГУ в 1997 году, когда на паритетной основе администрации Арсовской области и Роскомвуз купили для РГУ такой компьютер, который сейчас является музейной ценностью. Он не работает, это музейная ценность, но тогда, всего лишь 14 лет назад, на основе этого оборудования, которое представляет собой ящик размером с морозильную камеру, был создан первый в России суперкомпьютерный центр. С тех пор мы позиции не сдавали. Я имею в виду и Ростов, и Таганрог. Мы постоянно входили в топ-50 лучших суперкомпьютеров СНГ. И сейчас нам сам Бог велел, как в самом большом возрасте на юге России, лидеру в области науки и образования, иметь свой, хороший, распределенный, это не один суперкомпьютер, это кластеры, это распределенный суперкомпьютерный центр, сетевой центр, решающий разные совершенно задачи. Задачи для химиков, физиков. Какие основные характеристики суперкомпьютерных центров ЮФУ и для каких целей они используются? Ну, например, кластер, который введен в Таганроге в 2008 году на момент ввода, занимал шестую позицию в рейтинге топ-50 суперкомпьютеров СНГ. Это очень много. Далее, опять же, для примера, кластер Института физической и органической химии. Тот первый, который я сказал, это пиковая мощность 20 терафлопс. В Институте химии 5 терафлопс тоже очень много. Но самое главное, что вот этот вот их кластер, он практически полностью занят химическими задачами, в том числе в сфере фармакологии. Это очень важно. Одно дело ставить оборудование, включать, подключать, чтобы лампочки мигали, все работало. Другое дело, и самое главное, самое сложное, это, в конце концов, эффективное использование оборудования. Над этим мы работаем не только в области сферы суперкомпьютеров, но вообще говоря, вы же знаете, что в руках моцпроекта было закуплено много оборудования, и исключительно ваша задача, это не только использование его, но оборудование требует очень коллекционных кадров. Вот их мы должны расти. Алексей Николаевич, вы руководите проектом, и ваш проект выиграл грант с использованием суперкомпьютера. По нашим данным, сумма немалая, это 16 миллионов рублей. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте, в чем он заключается, и в какой именно системе будет использован суперкомпьютер ЮФУ? Что касается суперкомпьютеров, то любые деньги, конечно, будут, нельзя назвать немалыми, любые деньги будут, скажем так, недостаточными в этом отношении. Более того, Южный Федеральный университет в этом году за этот год уже превысил миллиард привлеченных в немежитных средствах. Но, тем не менее, это добавка, это прибавка, это существенное финансирование, которое пойдет на повышение квалификации, на подготовку инженерных кадров, на подготовку научно-методических кадров, педагогических кадров, и на обучение не только сотрудников ЮФУ, но и сотрудников других вузов, на подготовку инженерных кадров для промышленности, для предприятий региона. Это очень важно, тем более важно, что это делается не разово, это делается в рамках президентской программы, федеральной программы, построения сетевых центров во всех федеральных округах. То есть такие центры создаются не только в Южном Федеральном округе, и СКФО, но и в других федеральных округах. Они уже работают, и слава Богу, что такая идея есть, такая тенденция, это положительная тенденция, поскольку ресурсами нужно обмениваться, нужно менять усилия для того, чтобы удешевлять, упрощать исследования и максимально быстро и эффективно внедрять технологии в промышленность регионной и страны в целом. Наша промышленность региона, она так скоро, рано или поздно дозрит до того, чтобы должным образом использовать технологии, супертехнологии в своей деятельности, для своего блага. И тогда мы должны быть готовы к тому, чтобы предоставить необходимые знания, персонал, квалификации. Нам нужно очень сильно думать о том, как бы взрастить новое молодое поколение. Почему выполняемый проект столь важен для университета, и какие перспективы у суперкомпьютеров в наше время? Очень важно, что данная задача решается в рамках государства в целом. То есть создается сеть в федеральных округах, эта сеть будет взаимосвязанной сетью, то есть таким образом это экономия средств, экономия времени и опять же персонала. И это увеличение возможностей. Мы можем пользоваться ресурсами других вузов, других федеральных округов, они могут пользоваться нашими ресурсами. Это опять же к вопросу, возвращаемся к вопросу об эффективности использования оборудования. Совершенно понятно, что это важно. Оборудование дорогое, оно очень высокопроизводительное. Я сказал, что вот, например, в институте химии, физической и органической химии, 5 террафлопс – пиковая мощность. Они сейчас заняты, все эти мощности. Но что такое террафлопс? 1 террафлопс – это 1 триллион операций в секунду. Много ли это? Это кошмарно много. Но в прогнозе на 10 лет, если почитать статьи, научно-популярные, вообще говорят о том, что через 10 лет 1 террафлопс – это будет то, что будет находиться в смартфоне. Правда это или нет, скорее всего, это близкое что-то к правде, поскольку тенденция к этому идет, если мы посмотрим историю десятилетнюю, то как раз таки так оно и получается. Поэтому оборудование дорогое, хорошее, высокопроизводительное, позволяет делать и рассчитать очень серьезные и крупные задачи. Но через какое-то определенное время это будет просто хлам. Нам нужно максимально быстро, максимально эффективно внедрить его, не только внедрить, но и использовать для нужд региона, промышленности и страны в целом. Естественно, что никакой сотрудник предприятия не сформулирует то, что он хочет на языке программиста или инженера. Естественно, что инженер, программист или профессор, он не сформулирует для сотрудника промышленного предприятия задачу, которую могли бы решить на основе мощностей суперкомпьютеров. Тут необходимо взаимодействие одного с другим. Это взаимодействие очень сложное, поскольку первое, что нужно сделать, найти взаимопонимание, разговаривать на одном языке. То есть промышленник, инженер-промышленник, он на своем языке разговаривает, профессор, доктор наук, он на своем языке разговаривает. Поэтому они должны сначала понять, что нужно, как эффективно они могут вместе сработать. Дальше, после этого, скажем так, после, как мы говорим, постановки задач, происходит довольно серьезная работа. Серьезная работа по налажению механизмов взаимодействия, по внедрению средств суперкомпьютерных в промышленности. И отдача будет, конечно. Отдача будет, несомненно, но она будет не сразу, не через полгода, даже не через год. Скорее всего, это будет в ближайшей перспективе в течение пяти лет. Ну, такое будет. Такая отдача будет, мы уверены, мы к этому стремимся. Ну, абсолютно ясно, что передовые позиции на рынке высоких технологий однозначно за вашим университетом. Но интересно, насколько суперкомпьютеры, эти высокие технологии применимы на конкретных проектах, которые уже разработаны и существуют в нашей области? Прогнозирование ситуации в регионе, экологический мониторинг, прогнозирование состояния урожайности, например. Фармакология, я уже об этом говорил. Фармакология, то есть поднятие промышленности в этой сфере, в сфере фармакологии. Много очень примеров. Мы работаем с Тенк-Берива, это самолетустроение. То есть примеров очень много. Почему выполняемый проект столь важен для вашего университета и какие перспективы у суперкомпьютера в наше время? Сложение частностей, вообще говоря, влечет к неудвоению, не удвоению, не утроению возможностей, а многократному умножению возможностей. Это очень важно понимать. Жизнь у нас многогранная. Повторяю, это и домохозяйки, которые используют мыло, стирольный порошок. Кстати, порошок тоже, дисперсия и его свойства, они рассчитываются при помощи вычислений. То есть насколько нужно его измельчить, насколько нужно пропортируйся в листе, тоже нужно посчитать. От этого и до строения шаттлов и космических кораблей. В этом году нам ЮФУ исполняется 5 лет. 5 лет назад государство поручило нам очень серьезную миссию сформировать на юге России ведущий ВУЗ. Я считаю, что в целом мы справились. Мы закупили достаточно количество оборудования, большое количество оборудования для научных и прикладных задач. Естественно, что теперь оборудование должно отдавать отдачу. Вот это один из примеров, когда мы привлекаем средства, с учетом того, что мы уже имеем. И мы, несомненно, будем дальше этим заниматься и только умножать и приумножать на благо нашего региона и России в целом. Большое спасибо и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова